А благодаря этим людям я могу продолжать делать для вас видосы, так что и вы можете меня поддержать на Boosty по ссылочке в описании. Спасибо! Даже в комментариях под одним из моих видео предлагал мне заценить эту игру, говорил типа игра классная. Ну вот у нас есть демка, игра выходит буквально через там 2 недели кстати, то ли в ранний доступ, то ли в релиз, честно я не узнавал. Так что давайте заценим, будет интересно посмотреть на эту игру про больших шагающих роботов. Блин, какой-то мех вориор напоминает. Или не мех вориор. Или фронт мишин. Ну там собственно где везде присутствуют роботы, мехи. Наверное всегда мне это напоминает. Так, ну посмотрим. Не хочу тебя тревожить, лейтенант, так рано поутру, но у нас есть задача. Мы, короче говоря, какие-то телекоммуникационные вышки потеряли прошлой ночью. Ну как сказать потеряли, то есть они были сломаны, надо ее бы найти. Так, камера ВСД, ЕРФ. А, ну понятно. Или можно это делать, ага, понял. А есть тут настройки какие-то там, графики и прочее-прочее, потому что мне даже настройки не дали зайти. Так, ладно, мы выбираем мехов, левая кнопка мышки, тут есть информация про нас и можем... Ага, выбрать им команду, типа что им делать? Иди сюда. Можно настройки, пожалуйста, хоть какие-нибудь, потому что у меня здесь разрешение, во-первых, не то, которое мне надо. Так, вертикалка есть, фуллскрин, графика. Какая вообще графика стоит? Да вроде высокая, слушай, нормально. Так, ооо, сразу стало все более приятно, потому что, блин, какой 1080p? У меня монитор до 1440p. Так, аналитика. Какая аналитика? Непонятно. Музыка вроде как есть. Все стоит. Извините, конечно, что я сейчас делаю это прямо на видео, потому что мне не дали это сделать перед игрой. То есть сразу же выкинули нас в меню. Так, все, можем, в принципе, возвращаться в игру. Тут вроде все нормально. Во, игра сразу четкая стала. Так, и мы, когда даем какой-то план, нажимаем на эту кнопку и заканчиваем ход. И юниты двигаются. Так, хорошо, лейтенант. А мы все еще ставим прототипы, какие-то механизмы в ваш риг, поэтому не удивляйтесь. Так, ну давайте протестируем эти ваши инновационные технологии. Так, а что тут случилось? Надеюсь, это просто гражданские поиграли. Так, штаб. Нам надо починить эту вышку. Тут, короче говоря, провода разорвало. Так, это штаб. Так, отклоняем. Починка очень затратно делаем. И ремонтники заняты. Чем они, мать твою, заняты? Ладно, надо еще больше разведать местность. Давайте этим займемся. Ну, давайте. Так, boot up. Система предсказаний. Предсказаний? Этот таймлайн показывает вам, какие действия произведут в следующие 5 секунд. Прикольно. Так, этот хот-бар показывает действия, которые доступны каждому юниту. Так, я пойду обыщу вышку. Если вышка сильно разогрета, вы увидите, что там происходит. Ну, хорошо. Ребят, я тут, конечно, вам не перевожу, да, это все дело. Я не переводчик, мне абсолютно насрать. Так, нажмите кнопку wait. Ну, хорошо, wait. Трага диспоинт. То есть мы подожмем здесь. Потом мы бежим сюда. Экзекют план. Так, мы ждем, потом бежим. Хм, прикольно. И все это происходит в таймлайне в 5 секунд. Ага. А какой-то не помеченный танк. Что это за херня? Это что, какой-то маневр? Штаб, у нас тут какой-то танк не подмеченный ничем. По этой координатам. Штаб, как слышите? Лейтенант, кажется, у нас какая-то сигнатура от этого танчика. Давай проверим твой прототип. Давай. Что делать? Так, танк собирается атаковать. А, вот в чем система предикшена, да? Типа, он нам показывает, что вот наш, короче, игротип идет сюда. Танк подходит к нему. Ну, короче, можно посмотреть, что будет происходить. Так, ну хорошо. Давай тогда мы подойдем сюда. И будем атаковать танчик. А как мы атаковать будем? Вот так, наверное, да? Оптимальная дальность 96. Ну, я надеюсь, это так и работает. Так, you can drag attack. Сюда. На оптимальную дистанцию. А, можно, передвинуем. Слушайте, это как в программах видеомонтаж. Вот многие, я думаю, задаются вопросы у тебя, Чизер, как ты монтируешь видео? Как вообще блогеры занимаются видеомонтажем? Ну, вот приблизительно вот так, как сейчас я в этой игре играю. Да, типа, у меня есть таймлайн, я могу передвигать какие-то блоки там с аудиофайлами, видеофайлами, картинками и так далее. У нас тут точно так же в программах монтажа, в том же Вегасе, в Премьере, в DaVinci и так далее. Так, хорошо, попробуйте создать еще одну атаку. То есть, мы можем атаковать тут. И потом еще добавить атаку. Вот этого танка. Все, поехали. Приблизительно так видеомонтаж и работает. Ну, может быть, не так, как в игре, но приблизительно. У нас такая же шкала таймлайна есть. Мы там тоже расставляем всякие блоки. Так. Хорошо, вы разобрались с танком. Так, с севера множественные цели. Мой радар засек. Черт, подери. В укрытие. Вот. Появился танк просто из ниоткуда, видели? Так, он у нас отступает. Соответственно, нам бы тоже надо бы валить. Да? В укрытие. А укрытие вообще на что-то влияет или нет? Так, это не учение. Командир, у нас есть куча всяких целей на радаре. Это вражеские цели. Это не учение. Перехватите их и защищайте город. Мы уже выдвигаемся. Штаб, как слышите? Штаб, вы нас вообще мать-му слышите? Видимо, не особо. Слушай, прикольно. Тут и ролики интересные. Ну, классно срежиссированные. Простенько, но срежиссированные же. Лейтенант, отступай. О, нет. Командир. Они убили командира, суки. Из зала в 5 минут буквально. Блин, слушай, реально выглядит как фронт-миссион какой-то. Командира убили, но нам надо защищать гражданских. Давай займемся этим. Слушай, реально фронт-миссион какой-то. Так, к нам придвигаются еще роботы. Запомните, если вашего робота сильно подобьют, вы можете запустить протоколы самоуничтожения и взорвать врагов. Так, танчики идут и всяческие другие роботы. Так, защищайте город. Уничтожьте их, используя трех юнитов. Ох! Сирисли? Так, ну мы можем идти... О, мы можем на холм забраться. Давай на холм. А затем атаковать будем... Вот эту цель. Вот эту цель. Ну вот так вот, атакуй его. Хорошо, ты затем... Давай сюда. Я... Ну... Так, вот они двигаются максимум сюда, да? Блин, мне интересно на самом деле, какие тут вообще тактики можно делать. Это что, кстати? А это части, руки, ноги есть. Слушайте, ребята, это фронт-миссион официально, я вам говорю. Это игра... Это фронт-миссион. Так, можем защититься щитом. Ассоулт-райфл и сабашинган. А это кто? А это обычные, да? Мехи. Давай атаковать будем, да? Тогда, я не знаю, вот этого меха врага. И можем еще атаковать. Вот так вот, давай сделаем. Так, а ты, кстати, тоже можешь атаковать, получается, несколько раз. Давай, раз, атака. А, у него длинная атака. Она долгая длится. Так, а ты давай тоже сюда подходи. Так, ты иди сюда. Тоже подходи, наверное. Там уже начинают работать наши. И ты тоже давай по этому меху вот стреляй. Атака, оптимальная дистанция. И второстепенным оружием давай постреляем. По танчику. Так, никакого верлапа. 67. Или давай по этому лучше. Так, хорошо, давай чутка подвинем. Так, ну вроде все. Задачи даны всем. Нам надо уничтожить всех врагов. И плюс... Нам нужно еще защитить гражданских. Ну попробуем. Я вообще первый раз играю. Давай глянем, как это будет выглядеть. Бля, в сломо все такое классно. Так, там дробовик вообще какой-то. Так, целые. Они стреляют по домам. Хорошо. Танк повредили мы. Меха мы этого практически убили. А, нет, все, пилота убили. Хорошо. Продолжаем движение. Можно переиграть, кстати. В жару битвы все может пойти не так, как вы планировали. Поэтому вы можете нажать сюда эту кнопку, чтобы переиграть. А я не хочу, мне нормально. Я понял, но я не хочу. Мы меха вражеского убили, все хорошо. Теперь можем стрелять. Чё, не могу атаковать. Или это обучение нам говорят, вот нажми сюда. Так. Посмотрите на таймлайн и проанализируйте ваши действия. Как только все будет готово, с реплеем нажмите кнопку и вернитесь к планированию. А, то есть мы можем пересмотреть, как что было, да? Слушайте, это реально я как будто в программе видеомонтажа сижу, смотрю, как бы это все дело смонтировать, как вообще что работает. Так, а этот танчик мы атаковали, да? И мы его продолжаем, я вижу, атаковать. Или нет? Продолжаем танчик атаковать. Вот сюда он едет, мочим его. Этот, конечно, тоже к нам приближается, но насрать на него. Так, вот этот танк едет к нам, значит мы его тоже атакуем. 75. Да. И атакуем еще. 59. Так, ты у нас тоже вот этот танчик будешь атаковать. Нам надо танки быстро пойти, типа убивать как-то. Так, 66. Там мы просто стоим, наверное, да? Зачем нам двигаться, если мы можем стоять и принимать танки? Они же сами на нас двигаются. Так. Еще давай атаковать. Можем мы атаковать не три раза там? Да, можем. Вот по этому танку. Так, дальше ты у нас атакуешь. Вот здесь еще атакуешь его. Так, давай немножко подвинем вот так, чтобы они поближе подошли, танки. Ну, типа, если они подходят ближе, по идее у нас больше урона. Так, все. Поехали. Следующая волна. Слушайте, прикольная игра получается. Так, и мы стоим терпим урон, которого практически нет. Ну, танки уничтожаем. Там еще танк. Вот этот подъехал к нам. Ой, зря ты это сделал. Давай, наверное, отойдем немножко. Так, танк стоит здесь. Он вроде просто нас хочет немного, да? Сейчас мы ему обеспечим, так сказать, сладкую жизнь. Так, давай этот робот у нас практически уничтожен, да, считается? Или он просто уничтожен? Так, вон танк еще врага. Давай подойдем. У нас тут оптимальная дистанция есть для этого. И будем его атаковать. Атакуем. И атакуем. Нет, вот эту атаку надо подвинуть. То есть мы подходим и стреляем по нему. Разряжаемся, так сказать. Так, хорошо, идем сюда. И по роботу. Да, блин, а почему нельзя подвинуть их так? Ну так, ладно, раз, два, три. Все, три атаки делаем. Затем ты у нас что делаешь? Давай тоже подвинешься к этому танчику. Там, думаю, тут робот один сам разберется. И вот здесь ты начинаешь по нему разряжаться. Так, то же самое здесь. Ты подходишь, стреляешь. И здесь по нему тоже начинаешь разряжаться. Ну и когда он уже доезжает до последней точки, до своей, мы его тоже добиваем. Все, поехали. А, он с какой-то лазерной пушкой этот робот у нас. Круто. Так, ну того разобрали. Этого тоже вроде сожгли. Или нет? А, победа. Все, хорошо. Слушай, прикольная игра. Мне пока нравится. Жата субтитров нет. Но это, знаете, эта игра мне сейчас очень сильно напоминает фронт-мишн. Но только здесь бои не совсем пошаговые, а такие, как... Условно-пошаговые, давайте так скажем. То есть, мы все еще игра пошаговая, вроде как, тактическая стратегия. Ну, как бы в реальном времени. Сложно это объяснить. Жанр у нее очень необычный. Так, они, короче, говорят, они всех уделали. Надеюсь, никого из врагов не осталось. А где третий робот? А где третий роботик? Мы шо, не добили? Или добили? Так, слушайте, мы защищали город, а в итоге город разгромили все равно, да? Класс. Охренеть, вот это ролики тут крутые. О, тут субтитры есть. Так, давайте в укрытии, она сказала. Я еще продержусь 5 секунд. А мне надо 3, 2, 1. У-у-у, красотища. Прям как серпом. Все наши локальные тайм-фрэды конверджаются. Нет, ничего больше, что мы можем сделать здесь. Так, ну, короче, наша работа тут завершена, они сказали. Ну, че, время передохнуть? Нет. Нет. Не сегодня. Не сегодня. У нас много работы. Блин, ну не знаю, ребят. Даже по этой демке понятно, что игра прикольная. Фантомная бригада меня удивила. Так, до тех... Когда мы сообразили, что произошло, было слишком поздно. Началась война. Приграничные города и поселки первые ощутили на себе вкусы войны. Угу. Ничего не потому, что сказали, но очень интересно. Так, ну, короче, мы пытались дать отпор и сражались какое-то время. Но мы не смогли сдержать натиск врага и отступили к столице. У нас было слишком мало. Остались только те, кто не сдался, и те, кто смог избежать больших битв. Годами правительство пыталось планировать какие-то операции. Остатки нашей армии пытались что-то сделать. И сражались всеми правдами и неправдами. Но мы сами не справимся. Нам некому обратиться, некого просить о помощи. Но теперь прошли годы тренировок, подготовки и ожидания. Фантомная бригада спасет наши души. Ну, они сказали другое, но вы же знаете, я не перевожу, я просто передаю вам смысл роликов, да? Так что, кому неприятно это, можете видео выключать. Я никого здесь не держу. А, добро пожаловать домой, бригада. Угу, ну хорошо. О, это наша карта. То есть карта с компанией, с миссиями, типа, да? Так, задания и всякие активности здесь будут отображаться. Угу, то есть наши задачи здесь будут. Так, мы можем ускорять или замедлять время на карте. Ага, то есть у нас, если мы будем сидеть на попе ровно и ничего не делать, то война без нас будет протекать, правильно я понимаю? Так, правой кнопкой мышки мы можем выдвигаться на какую-то точку. Это требует время. Интересно, а будет ли время тут на что-то влиять? То есть вот у нас карта, я так понимаю, какой-то страны, региона. И, ну, мы, наверное, что-то делаем, да? Тут вот какая-то база Фальхейм. Так, надежда растет в Фальхейме. Здесь было шахтерское поселение. Туда-сюда. Так, ну, короче, нам надо немножечко повоевать здесь, да? Ага. Первый день, 7 утра. Какие мы пунктуальные. Прямо как на работу пришли в 7 утра. База Фальхейма. А кто с кем вообще воюет? Какие фракции? Какая страна? Нам интересно в релизе версии игры объяснять вообще, за кого мы играем, против кого мы воюем, кто напал на нас и так далее. Так, это, короче, какой-то кроулер. Возможно, его можно будет починить и использовать для своих нужд. Браво 1. Мы видим вражеских мехов, которые идут к нам с запада. Нам нужна помощь. Короче, давайте надежим их жопы. Это враг говорит. Ага, танчики врага. Подкрепление. Враги прибывают. Используйте укрытие, чтобы избежать большого урона. И уничтожьте врагов как можно быстрее. Угу. Так, в этом уголку обычно вам пишут задачи. Хорошо. Также вам нужно выполнять какие-то другие задачи, да? То есть дополнительно. Вот за 2 хода нам сказали уничтожьте врагов или прибудут подкрепления. Хорошо. Хорошо. Вот у нас какие-то действующие лица будут, там, герой, я не знаю. Вот у нас тут Ларс Якобсен Полярис и Надия Харпер. Женщина? Кило. А какие-то основные лица у нас будут у нас, помню, ну, показали, что в ролике какую-то девочку. Типа, ну, они будут как действующие лица или нет? Так, ну, давай, короче, выдвигаться тогда потихоньку, да? Вот сюда. И как только он будет здесь, надо будет надрать ему задницу. На таймлайне. Вот он сюда подъезжает, и мы сразу начинаем по нему разряжаться. Хорошо. Так, дальше ты у нас. Танчик выезжает отсюда. Хорошо. Тогда идем на дистанцию вот сюда. Он медленно выдвигается, но думаю, мы добежим. Это ж мехи, это не танки. Мехи могут и по горам, и по скалам всяким двигаться, да, и им насрать. Так, и раз это танчик, значит, мы можем принять его лицом. Так, он здесь будет на позиции. Ага, то есть мы далековато нарисовали ему. Путь. Давай тогда... Как можно это отменить? Ладно, неважно. Так, короче, планируем нашу атаку вот здесь. Добиваем этот танк, получается, совместными усилиями. А потом на следующем ходу бьем в следующий танк. Поехали. Блин, не стреляет по нам, ни хрена себе. Так, это дробовик какой-то. А у этого СМГ, да, автомат. Так, хорошо, этот танк мы убиваем. Блин, у нас один ход, а мы не можем сзади, но хочется это сделать. Я так подозреваю. Кстати, тут какой-то нагрев еще, что за нагрев, интересно. Так, танк решил отъехать, да. Ну, насрать нам на этот танк, мы его убиваем. Мы его убиваем. Затем по таймлайну мы едем сюда. Вот так. Тут по нему тоже разряжаемся. Так, не понял. Еще раз. Ты стреляешь у нас по врагу. Ну, короче, давай, ладно. Хорошо. Давай передвинем сюда. Все. А потом ты двигаешься ближе к этому танку. После этого. Ну, кстати, да. Ты можешь и тут пострелять. Окей. Так, ты у нас что делаешь? Ты у нас подвигаешься поближе. Атака генерирует жару. Следите внимательно за этим. Ага, они перегреваются. Ну, слушайте, это реально напоминает очень сильно мне какой-то фронт-мишн. И черт подери, я очень не против получить еще один фронт-мишн. Прям реально я не против. Да, мы нагенерируем сейчас жаришки какие-то, но ничего страшного. Так, атака, атака, атака. Так, ну давай-ка экзекьют план, если что, переиграем. Мы же можем переиграть. Так, этот танк уничтожен. А этот нет. А можем ли мы переиграть или нет? Или сейчас будет подкрепа? Нет, подкрепа. Так. Давай разберемся с этими противничками. Посмотрим. Чьи же эти роботики? Давай, 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 дай мне поиграть. Так, ну хорошо, тогда ты добиваешь танк. Сколько у них... Ну, думаю, два выстрела тебе будет достаточно. Так, и еще атака. Блин, что с таймлайном? Давай, в самом начале ты стреляешь по нему. Это что такое-то, ё-моё? Немножко с управлением надо разобраться. Оно вроде как простое, но ни хрена не простое. Так, а потом ты подходишь ближе к этому меху врага. Можем ли мы подвинуть ран? Блин, а почему я могу двигать атаку, но ран не могу? Ну ладно, насрать. То есть, по-любому надо двигаться, а потом... Оверхит это. Так, он взорвется по-видимому. Давай тогда сюда обойдем. Вот так. Или вообще просто подойдем поближе. И как только мы подойдем поближе, вот сюда получается... Вот тут мы начинаем... Нет. Ты. Как только мы сюда подходим, отсюда начинаем шмалять. Вот отсюда. По врагу. И отсюда же можно еще подстрелять. Да? Немножко управление сложное, честно. Вот-вот-вот... Я пытаюсь, но мне немного сложно. Так. Это генерирует жару. И этот второй выстрел тоже. Юнит будет поврежден. Так, а можно как-то убрать? Да. Все, убираем. Если мы перегреемся, это будет плохо для нас, да? То есть, робот может взорваться, по идее. Так, танк добиваем. Хорошо, готов. И теперь по роботу. На! Блин, по-своему попали, походу, да? Вот зараза. Так, а наш робот побитый. Значит, надо отойти сюда. А он отступает, это. Давай тогда догнать его. Давай тогда вот сюда отойдем. А ты, так как он у нас самый целый, иди давай за ним. Вот сюда. Вот так. И тут попытаемся по нему пострелять. Попробуем, по крайней мере. Мало ли получится. Так, а ты давай отойди, ты у нас побитый. Да, блин, они толкаются. Что, серьезно? Они могут друг друга даже сбить, получается? Блин, прикол. Вот это смешно на самом деле. Не, реально, это очень смешно. То есть, они могут, получается, друг друга случайно побить. Офигеть. Так, давай сюда подойдем. И вот здесь мы будем атаковать его. 64. Можем два раза попробовать? 88. Ну да, давай попробуем. Так, а ты инвалид, давай иди сюда. Блин, кошмар. Давай сюда подойдем. Вот отсюда, да. И отсюда попробуем пострелять. Может, получится. Давай. Так, дробовик пошел работать. Слушай, хорошо. Ну, урона очень мало. Прям очень мало. Ну, вроде попадаем. Но мы очень побитые. Прям сильно. Так, надо подходить. Если мы не подойдем ближе, нам будет уже хуже. Сюда давай. И как только мы подходим, мы по нему стреляем. Раз. И два. Ты тоже, конечно, не стой на месте. Давай подходи. Сейчас будет очень смешно, если мы эту битву сольем. Это будет, ну, мега смешно. Потому что у нас преимущество в численности. Оверлап. Не, нормально все. Да, блин. Как по таймлайну это сделать? Вот так давай. Все. Два раза атакуем врага. Надеюсь, вы его добьете сейчас. Я очень надеюсь. У него чуть-чуть же жизни осталось. Да бейте его, ну, е-мое. Пипец. Ну, прям реально чуть-чуть осталось. Да, сложное здесь сражение. Так, хорошо. Давай просто добивать его. По таймлайну он будет здесь. Тут по нему стреляй. Дальше. По таймлайну он здесь. Поэтому. Атака. По таймлайну. Вот здесь тоже по нему постреляй. Ты давай то же самое делай. Он у нас идет сюда. Поэтому стреляй по нему здесь. Затем. Ну, и сюда тоже попробуй. Добить. Его чисто надо добить. Он просто все. Он уже пытается убежать в горы. Но у него не получается. Он поэтому бегает загнанный как в угол. И просто мечется от крайности в крайности. Блин, капец. По своему попали походу, да? Так, ну дело сделано. Миссия выиграна. Ценой, конечно, двух полуубитых роботов. Но вроде как сделали. Так, кстати. После сражения мы собираем еще какие-то ресурсы. Прикольно. Так. Какие-то соплаи собираем. Какие-то ресурсы и прочее. И еще оружие мы забрали у робота. Хорошо. Слушай, прикольно. То есть мы еще лутаем какие-то ресурсы. Так, Base of Operations. Мы сказали, что мы это сделали. Так, кастомизация мехов еще есть. Вау. Да ты че? А можно перекрасить его фиолетовый цвет, чтобы его не было видно. Потому что то, что он красный, то что он быстро, это понятно. Но как насчет фиолетового? Так, у нас есть оружие. Это экипированное оружие. Можно всякие другие виды оружия на него нацепить. Там дробовик или Assault Rifle. Хорошо. Можно их отсортировать. Прикольно. Ну, я понял. Что дальше? Экипированное новое лево. Байдабл клики. Вот так. Так, теперь... Блин, так какое же тут очень подробное обучение. Это хорошо. Потому что игра реально пытается тебя обучить, как в нее играть. Это очень хорошо. На самом деле, игра ощущается как какая-то высокобюджетная игра. Мне даже очень стало интересно посмотреть, ну, какая команда создала эту игру. Сколько денег они вложили. Вот, да, да, реально можно. Можно перекрасить. Оружие можно перекрасить. Охренеть. Можно красить роботов, оружие. Ё-моё. Пилоты есть даже. То есть у нас есть... Можно даже отредактировать персонажа. Кошмар. Это просто настолько классно сделано. Так, Поляри, Скилла, Фокстрот и Танго у нас есть. У них даже есть жизни. Ё-моё. Это просто игра этого года. Ну, в плане стратегических игр каких-то. Серьезная. Я без шуток сейчас, ребят. Так, где-то у нас мир. Тут реально очень много всего. Мы, получается, должны... И базы какие-то захватывать. И регионы. И заниматься, я так понимаю, какой-то настройкой базы. И роботов. И пилоты. И инвентарём. Очень много чего сделано. Это реально. Это... Игра мне сильно напоминает сейчас фронт-мишн. И в лучшем, наверное, её проявлении. Да, то есть фронт-мишн. Первая, вторая и третья части. Вообще легендарные, наверное, пошаговые тактические стратегии. Которые я когда-нибудь, конечно, хочу у нас на канале пройти. Было бы очень неплохо это сделать. Ну, если какие-то ремейки появятся на ПК, я с удовольствием пройду. Ну, по этой игре, Фантомная Бригада, я хочу сказать, что она очень приятная. Пошаговая тактическая стратегия. То есть, она сделана компетентно. У неё очень хорошая геймплейная основа, ядро. В ней приятно находиться. Очень много кастомизации. Есть сюжет. Много чего в лоре непонятно. Да, какая фракция, какие страны, с кем воюют. Какой сейчас год. Это много чего непонятного. Но на релизе, думаю, нам объяснят. Затем, игра красивая. Очень хорошо сделана. И выходит, то ли в раннем доступе, то ли в релиз, уже через 2 недели. Так что, через 2 недели мы её обязательно тоже заценим. Наверное, на стримах на Твиче у нас. Так что, заходите по ссылочкам в описании к нам на Твич. Там, скорее всего, её постримим. Как она появится. Да, либо в раннем доступе, либо в полноценном релизе. Очень хочу теперь её поиграть. И я реально её жду. И очень зря я её не добавлял в свой список ожидаемых стратегий. Ну, потому что я её игнорировал. Думал, ну, типа, очередная такая проходная стратегия. Пошагово-тактическая про роботов. Типа, ну, что может... Какая игра может переплюнуть мех-вориор и фронт-мишн? Да, наверное, никакая. Но вот эта фантом-бригад, возможно, у неё получится переплюнуть. Ну, или хотя бы приблизиться к фронт-мишн. Или же к каким-то другим таким пошагово-тактическим стратегиям. Да? Как-то так. Так что, на этом всё, ребят. Если на канале впервые подписывайтесь. Спасибо, что посоветовали мне заценить фантомную бригаду. Мне она очень понравилась. Если впервые, как я сказал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик. Заходите по ссылкам в описании. Ну, и мы увидимся с вами в будущих видосах на этом канале. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok